Приветствую вас на канале Процветок. Меня зовут Вероника Артишевская, я биолог. И сегодня мы разберем такую важную проблему. Это проблема кислых почв и дефициты, которые испытывают растения, элементов минерального питания на кислых почвах. В частности, дефицит кальция. Вот каким образом мы можем восполнить дефицит кальция и каким образом проявляется этот дефицит кальция у растений. Кальций один из важнейших элементов питания растений. Он участвует в формировании клеточных стенок, как растений в целом, так и их плодов. Участвует в различных биохимических реакциях и передаче различных сигналов. Дефицит кальция вызывает различные нарушения в росте и развитии растений. Например, у злаковых культур это ожог кончика листа с перегибом его к низу. У хвойных растений также загибание побега к низу. Вот такое заболевание характерное яблок, как горькая ямчатость яблок, также связано с дефицитом кальция. И различные гнили, например, возникающие у томатов, также будут проявление дефицита кальция. Если у вас кислая почва. Кислая почва считается та почва, кислотность которой 5,5 и ниже, то есть и кислее. Если у вас такая почва, ее нужно раскислять. Если вы не знаете, какая точно у вас почва, кислотность почвы можно измерить. Для этого использовать необходимо PH-измерители, они продаются в магазинах, либо агротесты или лакмусовые бумажки, которые также продаются в любых садовых магазинах, либо садовых центрах. Большинство выращиваемых культур, будь то плодовые растения или декоративные культуры, они растут в диапазоне от 6,5 до 7,5 PH, то есть кислотность вот такая. Почву кислую, еще раз повторюсь, нам необходимо раскислять. Для этого мы используем следующие раскислители. Это известь или гашеная известь, лучше использовать известь пушенка, доломитовая мука, а также в качестве раскислителя можно использовать древесную залу. Какую дозировку, как правильно рассчитать норму внесения раскислителя, вы можете увидеть на таблице на экране. И помните, что расчет зависит от того, какой тип вашей почвы по механическому составу, а также уровень вашей кислотности. Также помните, что такие раскислители почвы, как доломитовая мука, известь пушенка, либо древесная зола, они действуют не сразу. То есть если вы внесете, например, в весенний или осенний сезон, то раскислится почва только через год, а то и позже. Также могу отметить, что доломитовая мука, в ней содержится кальций и магний, как элемент минерального питания растений, но они будут работать скорее как раскислители, а не сколько как источники вот этих элементов для растений. Для того, чтобы нам повысить уровень, например, того же кальция, нам нужно вносить удобрения. Для того, чтобы восполнить дефицит кальция у растений, мы вносим удобрения. К таким удобрениям относятся кальциевая селитра или нитрат кальция. Мы можем приготовить водный раствор и полить этим раствором растения под корень из расчета 30 грамм на 10 литров воды и на 1 метр квадратный. А также мы можем внести наш кальций, то есть кальциевую селитру по листу, то есть путем опрыскивания. Тогда дозировку мы немного снизим. Это 20 грамм на 10 литров воды и опрыскиваем растения. Но помните, что опрыскивать растения надо в состоянии активной вегетации, то есть когда они с листьями и когда они могут поглощать удобрения, соответственно, листьями. Также для того, чтобы восполнить дефицит кальция у овощных культур, например, таких как томаты, при посадке, при пересадке их в открытый грунт или в теплицу, вы можете внести в посадочные лунки древесную золу. Из расчета 1 стакан золы на 1 метр квадратный или 1 стакан золы на 1 растение. Поэтому не нужно бояться кислых почв. С помощью данных советов вы можете значительно улучшить структуру вашей почвы и добиться хороших урожаев. С вами была Вероника Артишевская. До новых встреч!